За сутки в зоне АТО ни один украинский военный не пострадал. На Луганском направлении боевики три раза нарушили режим прекращения огня. При этом тяжелые вооружения не применялись. На Донецком участке было семь обстрелов. В трех случаях противник применял запрещенные вооружения, включая тяжелую бронетехнику. На Мариупольском направлении оккупанты пять раз обстреливали позиции украинских войск. В одном случае применяли минометы. Сегодня вступил в силу закон об образовании. Он предусматривает реформу системы во многих ее направлениях. В частности, он предусматривает, что с сентября 2018 года дошкольное и начальное обучение может вестись при параллельном изучении государственного языка. В средней школе дети будут начинать обучение на государственном языке, а язык национального меньшинства будет изучаться как отдельная дисциплина. Также законом поручено правительству Украины довести минимальную зарплату учителей низшей квалификации до четырех прожиточных минимумов без учета надбавок за связанную с преподаванием деятельность. С 2027 года предполагается переход на 12-летнее обучение в школах. А вот бакалаврами студенты смогут стать уже спустя три года обучения. Сейчас для получения подобного диплома необходимо четыре года. На Индонезийском острове Бали готовятся к извержению вулкана Агунг. По мнению вулканологов, оно неизбежно. Первые подземные толчки в районе вулкана зафиксировали около месяца назад, и с тех пор его активность возрастает. Вулкан продолжает выбрасывать пепел и газ и в любой момент может начать извергать лаву. Общее количество подземных толчков уменьшилось, но они становятся мощнее. То есть они происходят реже, но с большей силой. В регионе объявлен красный уровень угрозы. К горе запрещено приближаться ближе, чем на 12 километров. При этом самые популярные туристические курорты Бали находятся примерно в 70 километрах от вулкана. Посольства разных стран призывают своих граждан воздержаться от посещения центральной и северо-восточной части острова. Пока аэропорты работают в обычном режиме, но есть вероятность отмены авиарейсов. Из зоны возможного бедствия эвакуировали 75 тысяч человек. Печальный прецедент уже был. Чуть более полувека назад Агунг уже погубил более тысячи местных жителей, неожиданно начав извергаться. Нынешних эвакуированных разместили за пределами опасной зоны в школах и зданиях госучреждений. Но днем некоторые все равно ненадолго возвращаются в свои дома. Кто-то, чтобы покормить домашний скот, который еще не успели вывезти, кто-то, чтобы помолиться. Местные жители уверены, Агунг извергается только тогда, когда боги чем-то рассержены. Я вернулась сюда из эвакуационного центра, чтобы помолиться о безопасности. Когда помолюсь, поеду обратно в центр. Стратовулкан Агунг – один из 130 активных вулканов Индонезии. Высота горы 3142 метра. Европейская комиссия оштрафовала автопроизводителя Scania на 880 миллионов евро за нарушение антимонопольных правил в ЕС. Как выяснилось, шведская компания, входящая в концерн Volkswagen, участвовала в сговоре с такими крупными производителями грузовиков, как MAN, Daimler, Volvo, IVECO и DAV. Производители грузовиков договаривались об объёмах расходов на новые технологии, которые нужны для соответствия более строгим экологическим стандартам. Они также договаривались, когда их вводить в действие. По словам еврокомиссара по вопросам конкуренции, Scania вступила в сговор 14 лет назад. Scania была активным членом картеля. Она отвечала за организацию некоторых встреч, в одном из приглашений на встречу Scania открыто объявила о её цели. О картельном сговоре компании MAN, Daimler, IVECO и Volvo стало известно в июле. Еврокомиссия оштрафовала их в общей сложности почти на 3 миллиарда евро. В обмен на то, что штраф им сократят на 10%, автопроизводители в сговоре признались. При этом компания Scania сотрудничает с Еврокомиссией отказалась и своё участие в сговоре отрицает. Шведский производитель выпускает грузовики и автобусы, а также судовые и промышленные дизельные двигатели. Заводы компании работают в нескольких странах мира. Помидоры, баклажаны и перцы. Такой урожай собирают прямо в центре Парижа сотрудники местной почты. Их ферма выросла на крыше здания почтового отделения. Здесь можно отдохнуть от компьютеров, слиться с природой и пообщаться в непринуждённой обстановке. «Эти несколько помидоров, горстка клубники каждый день скрашивают нашу жизнь. Всё это помогает нам быть в гармонии с природой. Мы сидим у компьютеров, живём в виртуальном мире. А такие маленькие радости позволяют людям общаться вживую». Ферма занимает площадь 900 квадратных метров. Здесь не только выращивают овощи, но и разводят кур. Трудятся на ферме 30 человек. «Это место свободы. Здесь мы чувствуем себя друзьями, а не начальниками и подчинёнными. Сюда приходят и сотрудники отдела сортировки, и офисные служащие. Приходят все». Ферма почтового отделения – один из 33 экологичных проектов Парижа по развитию городского сельского хозяйства. Их поддерживают власти французской столицы. «Алтан Мыикаева херман». А в каждой углу нег não существу и представители со работников. Продолжение следует...